Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Алексей Кудрышов не торопится возвращаться в пару к Анастасии Болинской под предлогом глубокой депрессии. Видимо, парень решил понаслаждаться последними днями свободы. Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель прошлись по красной дорожке кинофестиваля Меридианы Тихого, который 17-й раз открылся во Владивостоке. Дмитренко очень рад, что его позвали и пообещал, что возможно скоро зрители увидят фильм от звезды Дома 2. Сюжет Дмитрий пока держит в секрете. Рассказали об этом новости Владивостока. После того, как на проекте появилась мама Алексея Безу, соотношения в паре Леши и Милены испортились окончательно. Сегодня в дневном эфире на ТЭТИ с Ольгой Орловой парень сообщил, что они с Миленой расстались окончательно. Безус считает, что девушка сама хотела разойтись. Это был ее продуманный план. Он уверен, что у Безбородовой не было желания все налаживать. Алексей подозревает, что Милена хочет строить новые отношения на проекте и поэтому специально сделала все, чтобы они поссорились. Создается такое впечатление, что Безус и правда верит в то, что он говорит, обвиняя 19-летнюю девушку в разрыве. Себя Леши упрекнуть совсем не в чем. Вместо того, чтобы хоть раз в жизни взять на себя ответственность, доказать, что он является мужчиной, он вновь и вновь винит во всем всех вокруг. Вместо того, чтобы понять, что именно его неадекватное поведение привело к такому плачевному результату. Майя Донцова теперь уже Купина возобновляет уроки вокала и готовит новую песню. В сети появились слухи, что перекрашенный Вячеслав Потемкин расстался с Александрой Ульянцевой, которая так радовалась, что он отстоял комнату в борьбе с Захаром Соленко. Неужели от изменения цвета волос Славик в себя поверил? Бывшая ведущая Дома-2 Ксения Собчак вышла замуж с эпатажем. Подарком к свадьбе стало назначение Собчак ведущей программы «Пусть говорят» на Первом канале. Роман Макеев ответил постом на возмущение своего сына Богдана. Признание в любви Алене Савкиной больше похоже на адресованные ей, а не подростку 15 лет. Экс-психолог Дома-2, а теперь его участник Михаил Козлов, не теряется и вовсю пытается строить отношения под камерами. Причем умудряется делать это, несмотря на штамп в паспорте. Так мужчина уже определился со своими симпатиями и даже готов заселиться. В рамках эксперимента Козлов готов сожительствовать с Анастасией Болинской и Настей Стецевят. И если первая пока молчит, оставляя экс-психолога в неведении, то вторая, судя по всему, готова дать зеленый свет. В истеричном смехе Стецевят многие рассмотрели флирт. К слову, и сама Анастасия не скрывает, ей приятно общаться с психологом и она даже не против его ухаживаний. Правда, пока девушка не видит их совместного будущего. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Николай Должанский в программе «Глубокий разговор» все вспоминает об Ольге Рапунцель и надеется на новый виток отношений со своей сейшельской женой. Поздновато Колянс похватился. Ни для кого не секрет, Настя Кочервей давно специализируется не только по мальчикам, но и по девочкам. В недавнем прошлом выпускница Дома-2 роман с переводчицей из Дубая. Впрочем, если верить свежим откровениям Насти, лучшей любовницей в ее жизни стала Яна Шофеева. По словам Анастасии, долгое время они с Яной просто дружили. Правда, ровно до того момента, пока избранница Захара Соленко ее не соблазнила. Целую ночь девушки провели вместе, не выбираясь из постели, после чего резко прекратили всякое общение. Стоит отметить, что рассказом Кочервей готовы поверить далеко не все. Так, к примеру, Шофеева уверяет, что даже не знакома с Настей и уж, конечно, никогда не была замечена в отношениях с девушками. Интересная новость с сайта шла к нахождению на проекте 45-летнего потерявшего свою семью психолога Михаила Козлова начинает обретать смысл. Вчера Козлов за бутылочкой не сока давал советы Алексею Безусу применять отношения с Миленой на одноразовое волшебство с платными женщинами. А сегодня в дневном эфире с Поляны вновь удивил. Теперь Миша решил взяться за Анастасию Болинскую. Психолог решил провести эксперимент и предложил Болинской заселиться вместе с ним в одну комнату, а для компании прихватить еще и Настю Иванову. Болинская хоть и позиционирует себя как смелую девушку, заселиться с Козловым не захотела, даже несмотря на заманчивое предложение Михаила помочь ей разобраться в непростой ситуации с Алексеем Кудряшовым. Настя заявила, что она прекрасно обойдется без помощи Козлова. Тем более, что чувства ее уже угасают и она отпустила бубличка. Так-то право, Настя, мало ли что в голове у этого Козлова. Тип совершенно непредсказуемый. Александра Черно тщетно пытается похудеть и родить ребенка. Так, несмотря на якобы правильное питание, Саше выглядит все толще и внушительнее. Да и вопрос деторождения вновь отложен. Неудачи на пути к идеальному телу не мешают Черно чувствовать себя крайне привлекательной. Девушка не устает экспериментировать с длиной и цветом волос, а буквально пару дней назад наконец решилась на увеличение губ, после чего Александра стала объектом жестких насмешек хейтеров. Последние убеждены, никакие косметические процедуры не сделают Черно привлекательнее. Напротив, надув свисток, Саша стала выглядеть совсем уж комичным. Тем более, на крупном лице нужно было делать губы еще большего размера. Анастасия Стецевят напугала преданных подписчиков снимком с места аварии. Как сообщила сама участница дома 2, в ДТП столкнулись сразу три автомобиля, и одна из машин оказалась ее. К счастью, для девушки и других пострадавших обошлось без серьезных травм. Несмотря на то, что автомобилю предстоит дорогостоящий ремонт, сама Стецевят оделась легким испугом и разбитой губой, из-за чего некоторые пошутили, что сделанные губы спасли девушке жизнь. Впрочем, фолловеры все же советуют Анастасии не пренебрегать медицинской помощью, ведь речь идет о здоровье. Кроме того, Стецевят призывают впредь быть осторожнее. Фолловеры отметили в Москве настолько оживленное движение, что в следующий раз ей может так не повезти. Леша Безус пожаловался, что ему пришлось срочно озаботиться ремонтом машины. Когда участник был на Сейшелах, он разрешил своим знакомым пользоваться его автомобилем. Все воспользовались предложением, но, к сожалению, вели себя слишком уж неосторожно и полностью испортили машину. Хотя Леша давал друзьям полностью целый автомобиль, они вернули его с царапиной на стекле, скрипящими электроподъемниками, неработающей магнитолой, ржавчиной на пороге и дырками на сиденьях. Кроме того, внутри машины был ужасный запах выхлопных газов. Моя щедрость часто выходит мне боком, никогда не жадничал и давал товарищам свой автомобиль. Но когда улетел на остров, машиной пользовались, но не ухаживали. И вот мое четырехколесное чудо сильно заболело. Жалуется Безус. По словам молодого человека, в его планах вообще-то было обучение Милены Безбородовой вождением. Для этих целей он намеревался использовать свое авто. Но когда увидел, во что его превратили друзья, понял, что садить за руль неопытную девушку просто опасно. Поэтому предпочел сначала отдать машину в автосервис. Авто починили, но учить Милену водить уже не нужно. Ребята больше не вместе и, возможно, это расставание наконец-то станет последним. По крайней мере, на это очень надеются зрители, подуставшие от воссоединения ребят, которые оказываются совершенно бессмысленными и недолговечными. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok